И вот, коллеги, мы перешли непосредственно к нашей теме, после короткой преамбула. Любая научная работа подразумевает сбор данных самых разнообразных источников. И составление списка литературы, которая использовалась в качестве источника информации, цитирования, это, как правило, финальный этап. Но, по сути, мы с самого начала, уже с момента выбора темы, с работы над источниками, обработка материалов, сбор какой-то информации, мы уже с самого начала работы над ВКР или курсовым проектом сталкиваемся с библиографией поиска информации, отбор, группировка, сортировка, составление описаний. И вот, несмотря на то, что список литературы это все-таки финальный этап, Юлия Анатольевна, все нормально у нас, да, все, звук есть. Сейчас я нашему участнику только напишу очень коротко, прошу прощения. И все-таки мы работу начинаем с самого начала, да, с момента выбора темы. И лучше всего оформлением заниматься не в самый последний момент, а на этапе сбора материала, когда мы подбираем цитаты. Вот здесь уже правильно оформлять ссылки и правильно хотя бы оформить библиографическое описание для списка источников. И вот тут, чтобы было у нас время, да, постепенно эту работу выполнить. И вот тут и возникает основная сложность. Особенно, если мы отложили это на последний момент, на этом финальном этапе, все нужно оформить по всем нормативам, а с этим настоящая беда. Нормативов у нас достаточно много. Вот на слайде я вам показала только часть тех ГОСТов, которые могут быть использованы и часто используются при составлении методических рекомендаций к ВКР, курсовым проектам и курсовым работам. И более подробно о методических рекомендациях мы уже на следующем вебинаре будем говорить. Но вот это вот, это еще не все, с чем мы можем столкнуться. Но чаще всего мы имеем дело с двумя ГОСТами. Это ГОСТ библиографическая ссылка, будем упрощенно его назвать ГОСТ 2008. И ГОСТ по оформлению библиографических описаний. Здесь их два, потому что 2003-й он остался только для стран СНГ. Для них вот в этой связке мало что изменилось. Оформление ссылки и оформление библиографических описаний, но точнее сказать, вообще ничего не изменилось. На территории Российской Федерации действует уже новый ГОСТ 2018. И, как правило, вот эти вот, почему я говорю, с двумя ГОСТами. Либо вот эта связка у нас работает, либо вот эта. И вот здесь у нас произошли в этой части значительные изменения. Мы их на предыдущих вебинарах с вами уже рассматривали. И, соответственно, оформление по ГОСТу 2008 будет отличаться от оформления по ГОСТу 2018. Даже не то, что это разные ГОСТы, оно само по себе должно быть отдельным. Но некоторые позиции у нас не будут различаться очень сильно. Например, здесь указания на тип материала мы указываем в квадратных скобках. Например, для электронных носителей, для электронных ресурсов. Мы пишем электронный ресурс, указываем после заглавия. А по новому ГОСТу мы этого уже, по 2003 это остается. А по 2018 мы уже просто в конце дописываем текст электронный. Изменился порядок областей. Изменился их состав элементов, состав областей. И, конечно, эти два ГОСТа сильно отличаются. Хотя материал один и тот же, строительный. Но вот такая вот трудность у нас новая возникла. Но встречаются, кстати, помимо этого, встречаются и нестандартные требования применения ГОСТов в методических рекомендациях разных ВУЗов. Очень часто для... Ну, я бы не сказала, что это экзотический пример. Но, например, для инженерных, технических специальностей. Там, где работа курсовая или ВКР, это фактически отчет о научно-исследовательской работе, проведенной студентов. Они реально выполняли какую-то научно-исследовательскую работу. Либо часть этой работы. И должны писать отчет. И это становится их курсовой или дипломным проектом. Вот там, возможно, применение... Очень часто применяют ГОСТ 732-217. Сейчас скажу, как он точно называется. Отчет о научно-исследовательской работе, структуре и правила оформления. Вот чаще всего для этих специальностей может быть использован этот ГОСТ. В нем также есть указания на оформление ссылок, на оформление списка использованных источников. Например, пункт 5-10. Это список использованных источников. И про ссылки у них... Так, сейчас попробую вспомнить. Этот, 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 этот. Наверное, не вспомню сейчас. Пункт. Да, по-моему, шестой. Шестой пункт. Оформление ссылок. Очень коротко. Буквально 2-3 абзаца. Естественно, не так, как в ГОСТах. Здесь у нас по целому ГОСТу на ссылки и на библиографические описания. Там буквально по 2-3 абзаца. Но написаны они очень четко, очень конкретно. Вопросов не возникает. А как это? А что это? Ну, естественно, какие-то сложные случаи. Нужно смотреть уже по ГОСТам библиографической ссылки и библиографической записи. Вот для технических специальностей чаще всего можно столкнуться с тем, что оформление требуется по ГОСТ 7-32-217. Составление отчета о... Оформление отчетов о научно-исследовательской работе. Коллеги, у всех ли есть звук? Потому что от нескольких участников я уже вижу, у нас есть сообщение. Поставьте, пожалуйста, несколько человек, есть ли у нас звук. Ага, спасибо. Спасибо. Так, я коротко напишу, тогда просто попробую перезайти. Ага, спасибо. Все, идем дальше. И вот в этом... То есть здесь многое зависит от специфики учебного заведения, от специфики направления. Так, Наталья Владимировна постоянно пропадает. Вроде бы нет. Вроде бы вижу, что есть. И вот на это обращайте, пожалуйста, внимание. Для всех остальных ГОСТы, вот стандартные 2008 для ссылок и 2018 для списка источников. Встречаются очень, знаете, экзотические ГОСТы. Вот в одной из методичек мне попалось требование оформления списков и источников делать по ГОСТ 709-2009. Библиографическое обеспечение издательских и книготорговых процессов. Почему был выбран именно этот ГОСТ, для меня осталось великой тайной за семью печатями, за туманом семи печатей. Я не знаю, почему был сделан выбор именно в сторону этого ГОСТа. Так как этот стандарт устанавливает требования, правила, касающиеся библиографической записи, не описания, записи, используемой в издательском деле и книжной торговле. Ну, соответственно, включая там разнообразные информационные процессы, распространяется на библиографические записи, составляемые для традиционных печатных изданий и электронных записей, используемых в компьютерных технологиях. И приводится пример, что это за издание. Макеты аннотированных карточек, библиографические списки и указатели, книготорговые информационные материалы, прескуренты и так далее. Я могу понять, если бы этот ГОСТ касался направления подготовки, относился к ВКР будущих издателей, книготорговых деятелей. Здесь, ну да, за счет этого мы хотим проверить их компетенцию по составлению, например, вот этих библиографических записей. Потому что потом им с этим придется иметь дело. Это было бы еще как-то понятно и обоснованно. Но направление подготовки, для которой предлагался этот ГОСТ, это, знаете, не буду сейчас говорить точно, психология, педагогика. То есть вот в этой сфере. Зачем ГОСТ, который регулирует вопросы книгоиздательской деятельности психологам и педагогам? Причем там речь идет о библиографической записи. Я могу догадываться почему, потому что там в конце приведены схемы библиографических записей на различные виды изданий. Но при этом образцов и примеров нет, только схемы. Вот как мы пишем, автор, название, да, общими словами. Вот эти схемы есть, причем они расширены. И здесь важно помнить, что у нас есть библиографическая запись. Это вот как на прошлом вебинаре, меня спрашивали, а в чем разница? Вот если в двух словах и просто, библиографическая запись – это нечто большое, там очень-очень много информации. Библиографическое описание, которое мы используем для списков литературы в наших студенческих работах, в статьях, он меньше. Это кусочек от библиографической записи. И вот эта вот вся лишняя информация, она действительно является лишней, она нам просто не нужна. Это просто лишние нервы и стресс как для самих студентов, так и для научных руководителей, которым потом еще это все изучать. Поэтому, коллеги, говоря о ГОСТах, обращайте внимание, особенно большая просьба к тем, кто занимается составлением методических рекомендаций. Не берите лишнего. Не знаете, какой ГОСТ, если не техническое направление, и у вас ВКР не в виде отчета о научно-исследовательской работе, тогда мы берем ГОСТ 2017, и на него можно ориентироваться. Во всех остальных случаях 2008 для ссылок, 2018 в Российской Федерации для списка источников, и 2003 в странах СНГ для списка источников. Все, больше не надо лишнего добавлять, лишних забот. И вот эти трудности оформления, они, к сожалению, у нас остаются. Если процитировать ответ библиографов Российской национальной библиотеки, которые они давали в одном из своих сообщений, в настоящее время не существует единого нормативного документа по оформлению списков литературы. По умолчанию, также продолжают цитировать библиографов РНБ, по умолчанию списки должны оформляться по ГОСТ 7.1.2003, библиографическая запись, библиографическое описание. Но тут же делается допущение. Если же список по своему виду приближается к затекстовым ссылкам, допускается оформление по ГОСТ 7.0.5.2008, библиографическая ссылка, общие требования и правила составления. И помимо ГОСТов в оформлении могут участвовать еще и внутренние документы учебных заведений различные. Плюс к этому не стоит забывать и про негласные правила, которые есть в каждом ВУЗе. Чаще они так перечисляются к разряду традиций, но тем не менее они существуют. И воспринимаются как само собой разумеющиеся. Все это необходимо учитывать. И поэтому, когда спрашивают, а по какому ГОСТу составлять список источников, смотрите и на те документы, которые есть в вашем ВУЗе, и исходите из, скажем так, логики и курса на минимизацию потерь и затрат при изучении этих ГОСТов. Если вы пользуетесь подстрочными ссылками, то тогда список источников, конечно, будет оформляться по ГОСТу 2018. Если вы допускаете использование затекстовых ссылок, то вот здесь могут возникать разные варианты. Мы можем сделать отсылки в тексте как отсылки, а не делая промежуточный список затекстовых ссылок по ГОСТу 2008, сделать сразу по ГОСТу 2018. Один вариант. Второй вариант. Мы делаем все как затекстовые ссылки, и все. Второй список по ГОСТу 2018 мы не пишем, мы все оформляем по ГОСТу 2008. Такие случаи тоже есть, и они существуют. Ну, конечно, это не принесет радости библиографам, задевая чувства библиографов, это неправильно. В этом случае по ГОСТу 2008 у нас получается список затекстовых ссылок. Владимир Евгеньевич, конечно, они не выходят за рамки ГОСТа, как правило, не противоречат, надеюсь. Хотя иногда бывают нестыковки. Конечно, они должны лежать в рамках ГОСТа, но вот это вот право выбора, оно остается. То есть мы можем сделать так и так. Если мы делаем по ГОСТу 2008, у нас получается список затекстовых ссылок или список ссылок. Иногда и с подстрочниками делают так же. Но по умолчанию правильным все-таки считается ГОСТ 2018. Это знаете, откуда пошло. Если мы делаем по ГОСТу 2008, если совсем простыми словами сказать, то у нас затекстовые ссылки или список ссылок, он привязан к тексту, к тем ссылкам, которые мы даем в самом тексте. Это как две неразрывные части. И если мы его оторвать от него не можем, они существуют вместе. А вот оформленный список по ГОСТ 2018, он существует уже как отдельный самостоятельный элемент. И может существовать как отдельный самостоятельный элемент, как такой библиографический список. И как отдельный элемент справочного аппарата. И он может быть отделен от работы. Вот если в двух словах и очень просто, то вот в этом разница. Поэтому здесь важно вот это вот учесть, что мы хотим получить в итоге. У нас будет отдельный указатель, либо мы делаем просто как в статьях делают при статейный список библиографии, а у нас при ВКРный список ссылок получается. И да, вот этот ГОСТ я вам привела, такой необычный, нетрадиционный. Можете посмотреть даже ради интереса, как там приводятся вот эти требования. Там очень много требований именно по форматам издания, по каким-то специфическим особенностям. Про библиографический очень-очень мало, только сама схема. И также мы вольны, и вот это вот точно, в выборе вариантов названия списка. Тоже часто вопрос, когда спрашивают, как правильно назвать использованных источников литературы. Вот разные варианты я вам здесь на слайде привела. Как приводить? Вот последние два, если мы говорим библиографический список или библиография, то это точно должен быть ГОСТ-2018, раз у нас появилось слово библиографический список или библиография. Во всех остальных случаях, если ГОСТ-2008 применяем для оформления списка, ну тогда можно их использовать. Разница между источниками и литературой, она тоже есть. Вот при оформлении списка иногда их разделяют на два больших блока. Чуть попозже я вам сейчас про это тоже покажу и расскажу. И если это название не закреплено в методических рекомендациях ВУЗа, какое-то конкретное название, то тогда мы вольны сами выбирать, как мы будем называть этот список. Ну и источники тоже, которые мы включаем в список, нужно подбирать с умом. Все обработанные источники информации объединяются в единый перечень, но что туда, что, несколько слов о том, что включать в этот список изданий, какие есть тоже общие требования. Опять же, все это на уровне таких общих рекомендаций, но на что следует обращать внимание. Актуальность источника по теме работы, по теме исследования, как правило, не старше 3-5 лет, эти источники, актуальные источники в обязательном порядке должны быть. Библиография за последние 10-20 лет издания. Их должно быть не больше 30% от общего количества в перечне литературы. Если есть более современные переиздания, лучше указывать их. Например, для своей ВКР мы ссылаемся на работы Выгодского, изданные в 60-70-е годы. Если есть более поздние переиздания, у этой работы лучше воспользоваться, конечно, ими. Но если этих переизданий нет, и актуальность этого исследования, этого источника, той информации, которую мы берем, она сохранилась сейчас, и она необходима нам в контексте нашей работы, тогда мы берем эту библиографию. Но опять же, это условные цифры. Например, если мы пишем ВКР по теме рекламы и прослеживаем, как менялось, например, менялось что-то в восприятии рекламы на протяжении многих лет, и ссылаемся на работу Теодора Кёнига. Тогда это, правда, была не реклама, а агитация и пропаганда, но есть замечательная вещь, которая своей актуальности еще до сих пор во многих позициях не потеряла. Так вот, эта работа была издана на русском языке в 1925 году. Но если она является, и на ней построена наша ВКР, какой-то параграф, рассмотрение, часть текста, и без нее никак не обойтись, и от нее мы-то... Тогда мы можем, конечно, взять... Это уже не 10-20 лет, а гораздо больше, но мы этот источник можем указать и в списке источников, если он задействован в нашей работе, не просто упоминание. И поэтому, да, такие исключения из правил могут быть, но всегда и сам защищающийся, и научный руководитель должны понимать необходимость присутствия этого источника здесь. И уж тем более вы должны... Это уже обращение к студентам, скорее. При защите уметь отстоять свою точку зрения, обосновать, почему вы включили эти источники сюда, и где они в вашей работе присутствуют. Ну вот, да, хорошо знать собственный список источников. Каждый источник в списке, ссылка в тексте, это обязательно. Ссылка либо на прямое, либо на косвенное цитирование. Это мы оформляем по ГОСТу 2008. И также прошу обратить внимание на оформление комплексной ссылки. В ГОСТе 2008 у нас есть и просто ссылки на отдельные работы, и есть комплексная ссылка. Очень часто она применяется при составлении аналитического обзора в части введения, когда мы рассматриваем проблематику, когда мы рассматриваем степень разработанности этой темы, и приводим много-много авторов, кто занимался разными аспектами, освещал разные аспекты этого вопроса или этой проблемы. И вот тогда мы внизу можем привести комплексную ссылку для подстрочных ссылок, либо указать за текстовый ряд источников, отсылок, на целый перечень изданий. И вот тогда мы их можем включить в список наших источников. Даже если они у нас появились один раз в работе и в качестве такой комплексной ссылки, все равно мы ее указываем в списке источников, каждый из этих источников. И вот у вас уже не один, а 5-6 дополнительных источников появилось. Вид источника для наших работ наибольшую ценность и, скажем так, важность представляют монографии, научные издания, монографии, журнальные статьи, но опять же журналы из научных журналов, сборников конференций, подборки различных статистических материалов и различные специализированные материалы по теме работы. А вот учебники, учебные пособия, методички, хрестоматии, они в меньшей степени приветствуются. Поэтому, если их и разрешено использовать, то смотрите, чтобы их было не более 10% примерно от общего количества. Основная масса все-таки должна быть и в списке источников. Это научные издания. Как печатные и электронные тоже можно применять и использовать. Но опять же, к электронным ресурсам не общеупотребительные, а общеупотребительные с развлекательного ресурса взяли текст лекции или текст статьи. Но все-таки обращайте внимание и на самый источник, особенно что касается электронных ресурсов, откуда вы берете эту статью. И законы, и законодательные акты, официальные документы обязательно представлять с указанием даты и источника. Даты публикации, редакции, если они были, и источник публикации. Вот это обязательно должно быть. По оптимальному количеству источников списка здесь разные цифры могут быть. Обычно они указываются в методических рекомендациях, и к разным видам работы они могут быть разные. Например, мне встретилось в одном методическом пособии требования к курсовой работе не менее 60-70 источников к ВКР 80-90. В другом методическом пособии курсовая работа 30-35 источников, дипломная работа или ВКР, это отвлеклась на чат, где-то 40-50 источников. А в третьей методической рекомендации 35 источников для дипломной работы. Подкрепить презентацию, Анна Александровна, официальными ссылками на что? Готовы подкрепить презентацию официальными ссылками на ГОСТы? Анна Александровна, библиографические описания мы уже разобрали на предыдущих вебинарах. Там уже все, не просто ссылки, там все примеры у нас уже присутствуют. Поэтому там их можно будет уже конкретно посмотреть. Ну и плюс на курсе мы это все, все библиографические описания и ссылки тоже более подробно разбираем. Ничего, Анна Александровна, посмотрите, в записи оно есть. В количество источников Наталья Владимировна входят, обязательно входят. Поэтому в общее количество они туда попадают. Да, это просто отдельный раздел может быть. Ну, например, у юристов библиографических записей Ольги Николаевны скорее библиографических описаний приводится. Вот в ГОСТы 2008 и 2018. Примеры есть, но опять же мы смотрели, что там иногда бывает тоже очепятки у нас прокрадываются. И мы можем упрощать библиографические описания и библиографические ссылки, выбирая тот вариант, который наиболее простой часть элементов мы можем опускать. Вот на предыдущем вебинаре про ГОСТы мы с вами как раз по областям смотрели, какие обязательно должны быть области, а от каких можно отказаться. Условно обязательные факультативные элементы, сразу скажу, можно не включать. А вот обязательные элементы у нас должны присутствовать. Хотя в некоторых вузах и некоторые обязательные элементы тоже сокращают. Нужно ли выделять разделы в списке? Сейчас скажу Наталье Владимировне. А примеры библиографических записей? Хорошо, пусть будут. Но мы от них тоже из них берем, берем только то, что касается описаний. Там они могут приводить полные записи и полные описания нам не нужны. Мы все равно их будем сокращать. И, кстати, коллеги, заканчивая про источники, обратите внимание вот еще на какой вопрос. Есть, когда работаете с источниками, не старайтесь избегать ретроагированных статей. Сейчас вам это название в чат скину. Посмотрите, это тема очень важная и актуальная при подборе информации. Ретроагированные статьи. Что это такое? Ретроагирование – это когда опубликованная статья в научном издании, индексируемом, все хорошо, реферируемом, отзывается и с нее снимается статус научной публикации. Не с самого научного издания, журнала, не с журнала, а именно с самой статьи. И вот сейчас, вот это правило введено недавно, с 2016 года, ну как недавно, уже 4 года, ну недавно. И на данный момент отозвано уже более 5000 статей, научных статей. В Ринце, в Е-Лайбрере, когда заходим, там есть раздел, можно найти, проверить статьи, являются ли они ретроагированными или нет. Это очень важно, особенно когда мы пишем свои статьи, но и для ВКР это тоже момент, на который следует обращать внимание, чтобы не взять недостоверный источник, за что их отзывают и лишают статусов, ну за разные нарушения, в том числе и за плагиат, за наличие плагиата. И я вам рекомендую посмотреть, где подробнее можно про это узнать. Был вебинар как раз у Натальи Модестовны Логачевой, и она про этот пункт очень подробно рассказала, и там были приведены скрины, как это искать в Ринце. Смотреть с 18 минуты, и ссылку на этот вебинар я вам даю. Не поленитесь, посмотрите. С 18 минуты, там буквально несколько минут про это было сказано, и слайды можно себе заскриншотить. Очень полезная информация, и нигде ее практически так широко найти нельзя. Образцы оформления рефератов. Ольга Викторовна, принимаю на следующем вебинаре, мы про оформление рефератов тоже упомянем. В принципе, то же самое, методические рекомендации различных образовательных учреждений, можете посмотреть, в сети интернет достаточно много таких примеров и образцов оформления рефератов. А единого какого-то стандарта, его тоже не существует. Единственное, что по библиографическим описаниям для рефератов, краткие ссылки и краткое описание, вот там по минимуму. И по структуре списка рекомендуемой, вот по группировке. Так кто у нас? Да, вот Ольга Николаевна говорит, для описаний очень полные, для каталога делаем более сокращенно, а уж для ВКР тем более сокращаем. Так, и Наталья Владимировна у нас спрашивала, нужно ли выделять разделы в библиографическом списке. Вот смотрите, группировки могут быть различные. Алфавитная, самая простая, когда у нас идет в алфавите заглавие либо авторов, заглавие тогда, когда автор не указан, и размещены по алфавиту. Принцип расположения в списке библиографических описаний этих источников слово за словом. Самый простой способ, хронологический способ группировки используется, когда основная задача нашего списка, это отразить какое-то развитие, там научные идеи, мысли, либо посвящен периодам деятельности какой-то персоны, тогда это имеет смысл. И принцип расположения здесь, это в прямой, либо обратной хронологии опубликования документов. Используется чаще всего вот эта группировка, либо в работах по истории, истории науки, изучения какого-либо вопроса, и в работах, посвященных деятельности конкретного человека, конкретного лица. Систематический способ группировки применяется, когда необходимо отразить большое количество библиографических описаний. Встречается реже, вот хронологически и еще попадает, а вот систематически редкий случай, но бывает. И расположение в этом случае в списке может быть по темам глав произведений, с выделением в отдельную рубрику, общих работ по рубрикам, и расположение внутри рубрик может быть по алфавиту, либо по характеру содержания, по виду изданий и прочим. То есть здесь уже дополнительные включаются подгруппы. И систематически и по главам они реже всего используются. Чаще всего мы имеем дело вот с этими, алфавитно и по видам изданий. Очень хорошо работает их сочетание. По видам изданий это систематизация однородной тематической литературы. И, как правило, выделяются такие большие группы изданий, как официальное государство, законодательные акты, нормативная документация, официально государственные, справочные издания и так далее. И принцип расположения описания внутри рубрик такой же, как и в списке, построенный, например, по алфавитному принципу. И наиболее удобный это именно вот это сочетание алфавитного способа с разделением по видовому признаку. Почему еще очень хорошо работает это сочетание? По алфавиту легко выстраивать внутри разделов, а по видам легко проверять тому же научному руководителю представленную работу. Для оценивания, посмотреть бегло хотя бы введение заключения и список литературы, и мы уже имеем представление о том, что это вообще за качество работы. Дело же не только в количестве, но и в качестве. Если мы приводим без разделения по видам изданий только в алфавитном порядке, у нас теряется вот эта наглядность. Мы не видим сразу быстро, сколько здесь статей из периодических журналов, сколько из сборников материалов конференции, сколько монографий, а сколько учебных изданий. И, соответственно, оценить даже количественно это сложно. А качество для нас имеет, наверное, большее значение даже, чем количество. Вот смотрите. Ссылка на источник в тексте статьи. А, сейчас скажу и про это, Ирина Алексеевна. Разное при проверке на антиплагиат, например, это тоже может нам дать представление о качестве самой работы. Например, вот этот слайд просто очень замечательный был на вебинаре компании антиплагиат, и я вам его привожу. Сам вебинар у нас есть в нашем плейлисте. В конце я вам ссылочку на эту страничку дам. Там можно его полностью будет посмотреть. При одинаковом проценте оригинальности текста качество работ будет разное. И мы это сможем увидеть даже по списку источников, с которыми работал студент. Первый цитировал нормативно-правовые судебные акты или архивные документы, например, и имеет 60% оригинальности текста. У второго при том же количестве цитируются работы критиков и литературные источники, вторичная информация. Здесь мы работали с источниками, а здесь мы работаем с первичными источниками, а здесь вторичные источники. И третья работа – это просто компиляция. Но процент оригинальности тоже подогнал под 60%. Соответственно, здесь будет больше электронных ресурсов и не научных изданий, не электронных журналов. Они и сюда у нас могут попасть, и сюда какие-то могут попасть работы. А здесь будет больше сайтов ненаучного содержания. И, соответственно, по рубрикам мы сразу можем оценить, как у нас обстоят дела с качеством работы, с какими источниками у нас человек работал. Ну вот пример группировки, которая предлагается в одном из методических пособий. Список литературы в алфавитном порядке нумеруется, и в нем выделяются разделы. Вот ровно так и было написано. Источники, учебные, чужой список литературы. Евгения Ирина, ног, ног, стащите чужой. Источники, учебники и учебные пособия, справочники, список литературы, литературы на иностранных языках, интернет-ресурсы. Ну вот чаще литературу на иностранных языках два варианта могут еще выносить за интернет-ресурсы. То есть вот это все как в референсе сделается. Сначала все на русском языке, и потом литературу на иностранных языках и иностранные интернет-ресурсы. Можно оставить и так. То есть два вот этого. По поводу этого варианта вопросов не возникает. И так, и так можно делать. Можно менять местами, можно нет. Но вопрос возникает по поводу другого. Вот это что? Это учебники, учебные пособия, справочники. Они к списку литературы не относятся. Что подразумевается под списком литературы? Два раздела у нас может быть. Источниковая база. Это та, на основе которой мы строим свое ВКР. Сюда могут попадать первоисточники. Архивные материалы, неопубликованные документы из личных архивов, например. Это могут быть сообщения даже в блогах и соцсетях. Если мы проводим какое-то исследование, изменение коммуникаций в цифровом пространстве. Мы будем оперировать какими-то интернет вот этими вещами. Сообщениями в блогах. Мы будем анализировать чаты и прочее. И вот тогда, да, тогда мы делаем две части. Первая часть – источники. Их включаем туда. А вторая – отдельная часть. Вот это будет список литературы. И внутри мы уже делаем по разделам. Научные, учебные, справочники. Вот они тогда войдут сюда. Интернет-ресурсы и прочее. Они войдут сюда. То есть возможно разделение на вот такие две части. Возможно сделать одним-единственным списком. По мере появления… Да вот, да, вот, Вероника Леонтьевна. Это из… Вот этот пример – это реально из методических рекомендаций студентам. И обращайте на это внимание, когда пишите сами, чтобы вот этих вопросов… Нам-то может быть и понятно, и автор сможет объяснить, что он имел в виду, да. Но когда написано вот так, и без объяснений, что входит в этот перечень, возникает очень много недоумений. А потом и на вас будет студент-научный руководитель. Ирина Алексеевна, по мере появления ссылок на источники в тексте статьи… По мере появления ссылок на источники в тексте статьи, все равно им, если это за текстовые ссылки, им все равно присваивается номер, под которым идет не номер ссылки, да, от ссылки, а номер источника из списка. То есть у вас будет первая цитата самая, а стоять номер 38, потому что вы цитируете автора, который у вас в списке затекстовых ссылок идет, или в списке источников, но приближенный к затекстовым, идет по 38 номерам. То есть они у вас здесь в тексте пойдут в разнобой. Если подстрочные ссылки, здесь еще проще. У них сквозная нумерация по всему документу. Они ставятся 1, 2, 3, 4, 5, вне зависимости от того, под каким номером идет в списке источников данный автор. Например, здесь они нумеруются сквозным от первого до последнего, а вот в списке мы проставляем свою нумерацию. Там уже мы можем группировать как нам угодно. По разделам, внутри по алфавиту, только алфавитная группировка, выбрать систематически. Там уже по-разному, может быть, разные варианты. И по видам изданий, примерная структура, опять же, очень примерная, приблизительная, ее можно изменять под свои запросы, под свои требования и свою специфику. Но примерно вот так может это выглядеть. В общих чертах и в нескольких вузах, где приходилось работать, мы в основном придерживались вот такой вот структуры. Только у нас не было аудиовизуальных материалов, но как-то не довелось. А так, законодательные акты, научная литература, учебные издания, учебники, учебные пособия и сюда же включались монографии, методическая литература и прочее. Статьи из периодических продолжающихся изданий и сборников разбивали на две части. Из переводики это одно, а сборники материалов конференции это другое. И в конце шли... А, были у нас еще энциклопедии, словари, справочная литература. И в конце шли электронные ресурсы, ну, раньше назывались локального удаленного доступа, сетевого распространения. Локальное или сетевого распространения. Ну, вот, примерно вот по этой структуре ее можно придерживаться. Ну, и, соответственно, добавлять, либо изменять в соответствии с тем, что нужно вам. По списку алфавитной группировки. Вот несколько правил, важных для студентов. Примеров я вам здесь привожу, можно прям забирать. Если первое слово описываем под заглавием источника, первое слово совпадает в нескольких источниках, тогда в алфавите следующих слов. Слово за словом. Принцип. Если у нас один и тот же автор, но разные произведения, тогда в алфавите произведение. И вот смотрите, если не делать разделов, если делать только в алфавитном порядке, у нас все перемешалось. Если мы разобьем по разделам, мы увидим, что вот это у нас учебник, вот это у нас вообще деловая литература, вот это у нас тоже деловая литература, вот это у нас научная литература, это монография. Вот это скорее к области словарей, энциклопедий, либо учебных изданий, потому что он написан в формате такого учебно-энциклопедическом, энциклопедический учебник. И вот смотрите, вот мы сразу увидели, какую литературу использовал наш товарищ в своей работе, если мы разобьем по разделам. По алфавитной группировке, если авторы однофамильцы, то в алфавитном порядке первых инициалов, если совпадают, то вторых инициалов. Вот примерно так алфавитная группировка и делается. По соавторам, в порядке, если у нас разные соавторы, первый автор совпадает, естественно в алфавитном порядке соавторов. Но это применимо не только если мы делаем список по ГОСТу 2008, когда в заголовке мы можем указывать имена одного, двух, трех авторов. И в сведениях об ответственности мы их не повторяем. Если мы делаем по ГОСТу 2018, мы указываем первого автора, остальных в сведения об ответственности. И тогда уже вот это правило работать не будет. Тогда у нас будет работать алфавитная группировка по автору. Если одна и та же книга, то в алфавите заглавия произведений. Вот еще один маленький нюанс. При описании по 2008 и 2018. И по ряду группировки законодательных актов от общих, от международных до внутренних локальных документов организации. Я вам здесь привожу, здесь более 11, да, сколько нас, 11 пунктов, больше 10 пунктов. Вот в таком порядке внутри раздела законодательные акты их рекомендовано выстраивать от общего к частному. Описание может идти как под заглавием о земельном праве, там федеральный закон, об образовании, федеральный закон и дальше. Это описание под заглавием. Либо описание под заголовком. Что касается федеральных законов, там часто это используется. Российская Федерация, законы и дальше пошло уже описание. Можно под заголовком, можно под заглавием. И тот, и другой вариант допустимый. Но, естественно, либо один, либо второй мы выбираем. Оба не смешиваем. И очень кратко, что необходимо нашим студентам, научным руководителям, для того, чтобы правильно составлять. Вспомним то, что у нас было на предыдущих вебинарах. Важна структура библиографического описания и структура ссылки. Важно помнить, из чего они состоят. Это области и элементы. Элементы могут быть в старом госте обязательные и факультативные. А в новом еще добавилось третье условно обязательные элементы. Вот от этого и вот от этого мы можем отказываться. Но вот эти элементы у нас обязательно должны быть в наших описаниях и ссылках. Обращать внимание на полноту описания. Чаще всего используются расширенные, но можно обойтись и краткими. И лучше всего стараться делать упор в сторону кратких описаний, если мы говорим о госте 2018. Статьи, взятые с интернета. Наталья Евгеньевна, на прошлом вебинаре мы об этом говорили. После вебинара я вам скажу одну вещь, где, как, чего посмотреть. По нашим предыдущим вебинарам, на которые я иногда ссылаюсь. Такую подборку сейчас для вас сделаю. И тип источника. Откуда мы это берем. И вот эта вот метафора, которая есть, она помогает тоже сориентироваться, не бояться этих описаний и ссылок. Библиографические описания и ссылки можно сравнить с домом. И то, и другое мы строим из одних и тех же строительных материалов. Они строятся у нас из блоков. Вот это вот, знаете, как блочные системы, да, блочные панельные дома. Вот мы тоже такие же блоки собираем. Это наши области. Они состоят из элементов. Например, окна, двери, какие-то элементы декора. И области могут быть различными. Дверь, два окна. Одно окно, дверь. А может быть вообще вот как вот здесь, два окна и кусочек там какого-то карниза. Это тоже блок. И он состоит из разных элементов. И знаки предписанной пунктуации, то, что мы отделяем пробелами с двух сторон, это тот скрепляющий раствор, который эти блоки между собой сцепляет. Иначе у нас все рассыпется. И в зависимости от того, какие области мы возьмем, да, какие элементы мы обязательные туда добавим, у нас будет либо полное описание библиографическое, да, либо расширенное, либо вообще краткое. Вот три типа описания, они у нас как раз и получаются. Но строительный материал один и тот же. И обязательные для студенческой работы области элементы, то, что касается печатного ресурса особенно, я их вам вот здесь привела. То, что в презентации они у вас есть. Синим это по старому ГОСТу 2003, по 2018, по 2003, а зеленым это по 2018. Вот этот элемент, единственный, который я вам сюда привожу, сведения, относящиеся к заглавию, он условно обязательный. Мы можем от него отказаться, но он удобен нам для использования, для того, чтобы правильно в нужный раздел поместить эту книгу, этот источник, это у нас, что у нас это, монография, особенно книг касается. Это монография или это учебное пособие, или это хрестоматия, да. В последний момент, когда мы сами приводим список в божеский вид, мы про это можем забыть, что же это у нас было, особенно если источников 60-70, и отнести не к тому разделу, и получить не то, что надо. Поэтому лучше всего дописывать. Сведения об ответственности, Ирина Владимировна, это то, что мы пишем после двоеточия, после названия, через пробел, монография, сборник трудов, учебник, учебное пособие, хрестоматия. То есть он поясняет, а что это за книга. Если из названия непонятно, если в названии стоит хрестоматия, того-то, того-то, методическое пособие, по организации, тогда можно обойтись без сведений, относящихся к заглавию. Если из заглавия непонятно, что это, тогда лучше сведения об ответственности добавлять. И ссылки. Вот они состоят из тех же самых элементов, о которых мы говорили, да, строительство для нашего дома. Ссылки будут примерно то же самое, только другие подбираем элементы. И в пункте 4.5.1 самого ГОСТа 2008 дается отсылка к ГОСТам, по которым и составляются полные ссылки. Объект ссылки составляют по ГОСТу 7.1.2003 для Российской Федерации 2018, ГОСТ 7.82 запись и заголовок и ГОСТ 7.80 электронный ресурс. Но сейчас в ГОСТе, это для стран СНГ, вот это да, действует. Для нас 2018 может в каких-то частях и заменить вот этот электронный ресурс, потому что по сетевым ресурсам в нем гораздо больше, чем в том старом 2001 аж года. А по локальным ресурсам там хорошо расписано. Вот это вот имейте в виду. Вот это мы разбирали с вами на вебинаре про ссылки, и очень подробно мы это с вами проходили. Что важно, когда мы оформляем ссылки, и все-таки склонились к тому, что список источников мы будем делать по ГОСТу 2008. На все виды заимствований прямые и косвенные мы ссылки даем. Каждому источнику в списке литературы должна соответствовать ссылка. Тоже очень интересный такой момент. В методических рекомендациях мне попался такой пример. На все упоминаемые, на все цитирования обязательно ссылка, на все упоминаемые в тексте произведения должна быть ссылка. А дальше идет. На литературу, которая имеет отношение к теме и дипломной работы, но не цитировалась в тексте, также приводить в списки источников. И даже если на нее нет ссылки. Вот это было очень интересно. Вот этого лучше не допускать в своих методических рекомендациях. И список источников тогда мы не включаем. Знак точка-тире заменяется в ссылках на точку, поэтому в списке, который мы оформляем по ГОСТу 2008, у нас будет не точка-тире, а будет точка. И имена авторов в заголовке от одного до трех, включительно. В сведениях об ответственности они повторяться не будут. Если мы делаем список по ГОСТу 2018, только один автор, если у нас их больше одного, если больше четырех, то четыре, больше четырех, пять и более, то описываем под заглавием. И в сведениях об ответственности за косой чертой мы авторов указываем. И кратко по видам ссылок вспомним из прошлого нашего вебинара, что они могут быть подстрочные, внутритекстовые и затекстовые. Чаще всего оформляют вот эти виды ссылок в курсовых и дипломных работах. Подстрочные и затекстовые. Внутритекстовые попадаются реже, намного реже. По повторяемости первичная и повторная. Вот эта краткая будет по полноте. Первичная всегда у нас идет полная, которая первый раз встречается в тексте, мы ее оформляем по полной программе. Повторные ссылки будут краткими. Минимум сведений, потому что они уже приведены вот здесь. И затекстовые ссылки, вот иногда список источников выбираются затекстовые ссылки, потому что по ним легко список источников потом формировать. Вот смотрите, в тексте, как может делаться отсылка? То, что в квадратных скобочках у нас, вот это и в тексте, это называется отсылка. Мы можем написать вот так. Иванов Петрова в затекстовые ссылки у нас будет идти, например, под номером 2, Иванов Петрова, просто учебник, и вот мы приводим данные. Если... Очень часто вот этот способ используется, если у нас список ненумерованный. Такое тоже может быть. Если ненумерованный, то вот это вот обязательно вот в таком виде. Если нумерованный, тогда у нас будет стоять номер источника. И... А если мы оформляем отсылку, как затекстовую, а для оформления списка источников мы используем ГОС-2018, то здесь есть такая хитрость. Многие на это идут. И, например, вот в ГОСТе 7.32.217 отчет по НИР, у них именно вот этот вот способ применяется. Здесь дается в тексте отсылка, а оформление в списке источников идет по ГОСТу 2018. Это можно определить вот по наличию знака .-. Если по правилам мы должны были давать в тексте отсылку, потом список затекстовых ссылок, а потом еще составлять список источников по ГОСТу 2018 или 2003. Но иногда вот этот вот промежуточный вариант просто опускают, делают один список. А иногда делают наоборот. Вот это не используют, а делают все по одному ГОСТу. То есть здесь вот вариативность при использовании затекстовых ссылок она позволяет нам это сделать и сделать очень хорошо. Мы можем либо так, либо так оформлять. Либо место издания Елена Сергеевна по ГОСТу 2018 не сокращаем. Вот здесь пишем Москва. А по ГОСТу 2008, если посмотрите образцы. Первый вариант это 2008. 2008. И, соответственно, 2003 он тоже допускает эти сокращения. Но вообще по ГОСТу 2003 и 2018, сейчас я его сюда вам подпишу, 3 и 18. Места издания лучше писать полностью. А вот для ссылок, да, вот это правило еще действует. Там очень часто приводится сокращение Москва-Санкт-Петербург. СБН все заканчивается указанием страниц. Сейчас это преступление, Вероника Леонтьевна, это большое преступление. Мы не указали ИСБН. Если вы по ГОСТу библиографического описания делаете, сейчас это обязательный элемент, идентификатор, в части международного стандартного номера. ИСБН и ИССН указываем обязательно. Для статей лучше указывать еще ДОИ. ПОДОИ легче найти. Это идентификационный номер, который позволяет нам найти источник, даже если мы в описании ошиблись. Но здесь зависит от того, для кого вы составляете эти описания. Если речь идет о школьниках, о колледже, о средней школе, о выпускниках, ну, можно опустить, не писать. Для студентов колледжа, Вероника Леонтьевна, постепенно вводите. Пусть сначала научатся самые простые вещи, автор, заглавие, даже вот это сведение об ответственности можно опустить. Место издания, издательство, год, страницы. А потом потихонечку можно добавить ИСБН. То есть сначала, когда у них это отработается, тогда уже можно, да, вот потом уже можно ввести. Оставили и все. Прошу прощения, коллеги, не на все у нас, к сожалению, есть QR-коды. И даже ИСБН есть... Нет, да. Не, не пойдет, Анна Алексеевна. Даже ИСБН, коллеги, кстати, есть не на все издания. До 1980, дай бог памяти, по-моему, 4-го года или 7-го, вот сейчас не вспомню слету, ИСБН не было. Поэтому, если вы берете старые книги, не ищите в них ИСБН, его не будет. И не ругайтесь на студентов, которые не нашли в книге 60-го года, вам ИСБН, они его не найдут, его просто не существовало. Под заглавием тот же самый вариант. Мы описываем просто название заглавия. В затекстовой ссылке, если мы по 8-му ГОСТу оформляем, у нас будет вот так. Если по 3-му или 18-му, у нас будет описание вот так. Либо вот так, либо вот так можно делать. Вот, с 89-го. Спасибо, Марина Ивановна. Точно. Мне почему-то на 84-й прям заклинило. 89-й, да. И вот вариант, который чаще всего используется при использовании за текстовых ссылок и в отчетах по мере в ГОСТе именно вот этот способ и применяется. Номер при нумерованном списке, номер источника. При необходимости, если у нас идет прямое цитирование, мы указываем страницу. Обратите внимание, здесь в отсылке с маленькой буквы. И в затекстовой ссылке номер источника. Да, и вот здесь мы не поставили номер источника. Он у нас съелся, он должен быть. Если мы по 8-му ГОСТу оформляем, и здесь, если по 3-му или 18-му, да, даем описание по этому ГОСТу. И вот смотрите, если нам разрешено выбирать тип ссылок самостоятельно, либо подстрочные, нет строгого жесткого правила, например, в УЗе, что только подстрочные ссылки, вы можете сами выбрать. Затекстовой пользоваться очень удобно. Мария Валерьевна, да, почему? Вот в МГУ, например, на нескольких факультетах они выбрали вот этот вариант по 2008-му. Но еще раз говорю, это у нас получаются разные списки. Да, вот они выбрали вот этот вариант, у них оформляется по 2008-му за текстовыми ссылками. В работах бакалавров, магистратуры, аспирантуру еще не смотрела. Ну вот, да, вот так вот идет. И в НИР то же самое. Отсылка к номеру в списке и номер в списке у нас либо так, либо так. В 2018-м тоже ничего страшного нет. Смотрите, у нас только самого страшного добавился вот этот СБН, который копипастом можно вполне даже вставить. А так они, смотрите, они похуже. Чаще пользуются внутритекстовые. Тоже как вариант, но это ближе уже к подстрочным ссылкам. Ну, то же самое. Внутритекстовые краткие данные и либо здесь мы даем описание, либо по ГОСТу 18-му. Общее количество страниц обязательно в списке источников лучше указывать. Лучше указывать. То есть что это за учебник тоже для оценки, скажем, качества работы студента, лучше пусть указывает. Пусть будет. Иногда опускают. Иногда просто год и все. Вот когда по ссылкам мы делаем оформление, иногда опускают количество страниц. В 18-м или 3-м ГОСТе мы не можем опустить. Это физическая характеристика, это область. Ссылки подстрочные, кстати, иногда указывают, есть ли при упоминании в тексте. Разные варианты упоминания в тексте тоже можно сокращать. Вот кто про подстрочные, у нас несколько раз спрашивали, как можно кратко записать. Если есть упоминание в тексте, например, автора, и это у нас первичное, только автора, первичная ссылка, она будет у нас полная. Но если мы упоминаем в тексте, и это у нас не первичная ссылка, в первичной мы все данные должны привести, а вот если дальше у нас встречается и в тексте мы упоминаем и название статьи, и автора, то здесь мы их можем упустить и в сноску вынести только, где она была опубликована. Вот здесь уже страницы обязательно. Да, ссылки, страницы, страницы все-таки лучше указывать, где и там. И, коллеги, два, буквально быстренько пробегусь вам по... Это вот самые основные такие моменты, более подробно смотрите вот по тем вебинарам, которые у нас были, по отличия описаний и ссылок, мы прямо с вами разбирали, и отличия описаний 2003 ГОСТа и 2018-го у нас тоже прям был вебинар, когда мы один из первых, где мы прям вот параллельно смотрели, как там запись делалась, как здесь описание дается. И я вам хочу еще одну вещь показать. Частый вопрос, который возникает, а можно ли это как-то упростить, автоматизировать и прочее, что нам может помочь, если у нас иностранный, например, источник, а времени нет, иностранные источники мы тоже описываем по нашим ГОСТам, не по-гарвардским, это не референсис к статье. А если времени вообще нет, то автоматизация нам в помощь. Но без знания основ, описаний и ссылок мы тут далеко не уедем, потому что многие данные нам, во-первых, приходится вводить самим ручками и понимать, где у нас описание, где ссылка и что такое, что от нас хочет эта машина. И второе, все-таки их приходится после этих автоматических помощников проверять, еще раз хотя бы бегло пробежаться, а для этого надо понимать структуру, иметь перед глазами и немножечко в ней разбираться. Есть статья, как сделать на нее описание быстро, причем по нашему ГОСТу. Есть несколько редактировать. Иногда Александровна приходится редактировать за этими автоматическими помощниками, а иногда просто проверить, правильно ли он сделал. Иногда не делают очень, даже неплохо. Но их на самом деле очень мало. Вот для наших российских ГОСТов, для зарубежных стилей, международных стилей описания, этих генераторов много. По-моему, у нас запланирован один из вебинаров, где я вам эти генераторы буду разбирать, я их вам покажу. Но пока вот несколько таких, где есть наши ГОСТы. Затера – это конкурент Менделея. Если знаете, есть такой библиографический менеджер Менделей. И вот Затера – это его конкурент. Это проект с открытым исходным кодом. В принципе, эта программа бесплатная. У нее есть поисковик библиографических ссылок и есть генератор Затера БИП. И есть быстрое генерирование по ДОИ, по URL, поиск и составление описания. Но единственное, что нет добавления пользовательских стилей. То есть мы ГОСТ 2018 туда сами добавить не можем. Некоторые программы это разрешают делать. Вы можете свой добавить какой-то стиль, и он будет работать. И по поиску, если возьмем, например, вот эту статью, вот автор, вот у нас есть данные, где, когда она была опубликована, название статьи, источник. Вот данные мы с интернета их взяли. И нам надо эту статью привести в правильное описание. И вот в Затере есть даже несколько. Ну вот я вам показываю, как зайти. Здесь на скриншотах, в принципе, все понятно. Выбираем. Библиография. Вводим РУС. Можно добавить. Отлично. Ну и здесь, смотрите, здесь три уже есть, уже есть три ГОСТа 2008. Они различаются. И вот в зависимости от того, какой мы выберем, мы можем получить совершенно разное описание. Вот мы выбрали ГОСТ 2008, в скобочках написано Russian, и мы получили вот такое описание. Что-то как-то не очень. Почему-то после Double Slash идет сразу год, и все. Выбираем другой намерик. Тот же самый ГОСТ, только в круглых скобочках стоит намерик. Вот это уже более похоже на правду. 2008, там есть Юлия Леонидовна 2008. Вот вопрос про 2018. Раньше в Затер нельзя было добавлять свои пользовательские стили. Можно было только выбирать из тех, которые там есть. Поэтому, если пользуетесь зарубежными такими генераторами или сервисами, обращайте внимание, что даже если написано ГОСТ, это не факт, что он вам выдаст в точном соответствии с ГОСТом. Лучше перепроверить. Еще ГОСТ под рукой держать, чтобы проверить, правильно ли он дал нам описание. Из отечественных таких генераторов и сервисов в разных местах разделены пробелами по-разному. Светлана Александровна, прошу прощения, после фамилии, имя, отчество. Значит, где у нас здесь вот? Да, вот. А вот здесь у нас это уже пошло на... Он его почему-то вообще поставил, как второго автора. Ну, если это второй автор, то вот здесь должны быть еще пробелы. Ну, такие мелочи приходится добавлять. Под подушкой, чтобы запомнить. Да, держать под подушкой, чтобы на корочку записалось. Из отечественных был такой старый-старый сайт-мастер, потом он переименовался в библиомастер, но обновлений очень давно не проходило. Кое-как по 2003-му он еще делает, но работает некорректно. То есть после него приходится доправлять. Да, вот с пробелами беда, с пробелами после знаков. Знаки вот здесь не разделяет. И вот так вот он нам выводит. Небольшие погрешности здесь все-таки есть. Ну, вот на это тоже... Да, и вот здесь тоже пробелы нет. Вот с этим основные проблемы. Но это старый сервис. Он не обновлялся аж с 2005 года, хотя в интернете его можно скачать, можно найти, его нужно устанавливать. Он в режиме онлайн не работает. И не поддерживается. Ну, после... Хотя бы он сделает пример, но потом можно довести корректировку до ума. Но опять же надо знать, вот зачем нужны основы, чтобы понимать, что вот здесь неправильно, где допущены ошибки, их просто расставить пробелы в нужном виде. Сноска инфо.ру работает в режиме онлайн, ничего никуда скачивать не надо. Но вот каждого описания он дает нам, запрашивает отдельные поля, нужно запомнить, и после этого он выдает нам сгенерированное описание или ссылки. Но вот смотрите, для списка источников он работает не очень хорошо, а вот не всегда он корректно срабатывает, к сожалению. А вот для ссылок вполне даже претензий особых нет. Даже править после него особо ничего не надо. Но судя по названию, он и создавался как генератор ссылок. То есть для генерации ссылок им можно пользоваться, но опять же смотрите, чтобы не было никаких неожиданностей. А вот для списка источников он не подойдет. Смотрите, почему? Два автора, он их обоих вывел вот сюда, в заголовок. По правилам у нас должен быть один автор, потом у нас сведения об ответственности, и вот там уже за косой чертой, и там уже два автора, и первый, и второй. И дальше все сведения. То есть вот эти нюансы, имейте в виду, они здесь есть. Он затачивался исключительно для ссылок, а не для списка источников. То есть по 18 или 3 ГОСТу он дает некорректные результаты. А вот для ссылок очень даже вполне ничего себе можно пользоваться. И по зарубежным для иностранных источников коллеги он не подходит. Это вот прямо цитата с их сайта. Вообще вот это очень интересно написано. Для ламочных и зарубежных научных изданий не существует четких единых требований для оформления ссылок и сносок. Они существуют, но их просто много. И вот этот момент тоже следует учитывать. На основе собственных предпочтений и целей создателей этого проекта. То есть они это делали для себя. Поэтому какие-то моменты будут требовать доработки. Для зарубежных изданий, для референсис и для наших ГОСТов они скорее всего не подойдут. Они не подойдут. Поэтому вот здесь он работать не будет. Но для ссылок, для быстрого спасения утопающих им можно воспользоваться. И есть еще разные библиоменеджеры и генераторы. Это не все. Я вам просто здесь вот такую табличку сделала. Отсмотрела вот эти генераторы разные. Разные библиоменеджеры. И по критериям условно, что взяла, то взяла. Если будут еще какие-то критерии, присылайте, добавляйте. Будем их тоже принимать в расчет. Я вам такую сравнительную табличку сделала. Плюс – это значит есть, минус – значит нет. Если плюс – минус, частично. Удобный интерфейс, например, AdNote, он частично удобен, но не очень. Там ГОСТ 2008 в принципе есть, но требует корректировки очень серьезной. Ну вот такие вот для сравнения разные инструменты. Вы можете попробовать посмотреть, что-то может быть для себя и подобрать. Ну, такую табличку вам дарю. В завершении нашей сегодняшней встречи можно будет ей пользоваться. И может какого-то помощника себе и подберете. Если какие-то еще найдете генераторы, пожалуйста, интересные, хорошие. Именно по нашим ГОСТам. Здесь по 2003, по 2018 пока еще не попадалось. И по 2008. Если найдете что-то по 2018, коллеги, большая просьба, прям нам в группу, мне в личку, на почту, как угодно. Прям просигналььте ссылкой, если вдруг найдете. Посмотрите по описанию электронных изданий. Все, сейчас скажу. Ну вот, коллеги, вроде бы пока у нас на сегодняшний день и все. Следующую среду у нас будет с вами вебинар про методические рекомендации. И вот сегодня мы уже начали. Ирина Борисовна, отвечай на ваш вопрос. Можно. В студенческих работах можно. Поговорим про методические рекомендации. Сегодня уже начали немножко так, про примеры. И вот в следующий раз, наверное, посмотрим, как мы иногда пишем, и насколько это удобно и неудобно, и как сделать наши методические рекомендации удобными для студентов, для наших учащихся, для кого мы их, собственно говоря, пишем. Это же не просто формальности. и отписка ради отчета, а по нему же потом жить. Ну вот, посмотрим. И плюс, если поделитесь своим опытом, это будет тоже очень полезно в части составления методических рекомендаций. И, коллеги, сейчас не разбегайтесь, я вам немножечко отвлекусь, сделаю ссылку, а вам оставляю наш последний слайд и пойду делать вам, проверять, как у нас готовится сертификат. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, напишите во вкладку вопросы или предложения с тем, чтобы они сейчас не потерялись, не убежали в общем чате, потому что я потом, вернувшись, я их точно не найду, не долистаю. А будет обидно, если там было что-то полезное или интересное. И, коллеги, сейчас я вам дам ссылку на нашу группу сразу сюда, пока, пожалуйста, немножечко давайте остановимся в чате, да, я вам дам полезную ссылку, вы по... вот туда я всякие интересности, новости и прочее буду размещать, и там же я давала ссылку в одном из постов. Александр Валерьевич, ВК пока группы нет, но есть такая мысль сделать ее там. В группе «Библиография для небиблиографов» я уже давала как-то ссылку на страничку, куда я собираю все наши вебинары по теме библиографии, поиска литературы, не только своей, но и своих коллег, по антиплагиату. То есть все, что связано вот с нашей тематикой, и делаю такие вот тематические плейлисты. И там еще один плейлист, у нас есть, вот был вебинар по оформлению в ВОРДе, вот эти вот всякие хитрости. Вот его, то, что я показывала на вебинаре, они тоже там сидят, там их тоже можно будет найти. В группе прям заходите, и там посмотрите, там можно найти этот пост, с этой страничкой я ее еще раз сегодня повторю. Так как сейчас, коллеги, я пойду делать сертификат. Ну, мы на этом, наверное, запись остановим. Всем пожелаем доброго здоровья, хорошего настроения, и приходите на наши вебинары. Для тех, кто смотрит нас в записи, не забывайте ставить лайки, когда смотрите записи наших вебинаров на нашем канале. Это чем больше лайков, тем больше людей смогут увидеть эту запись темно.